Уважаемые коллеги, мы с вами находимся на поле озимого лука, где вот с одной стороны идет у нас уборка, а с другой стороны вот такой вот он был до выкапывания его из, будем говорить, из земли. Этот лук был посажен, ну, во-первых, это сорт троя, озимый лук, который мы привезли, есть такая фирма в Подмосковье, лукоморье, мы оттуда привезли, это наш отечественный сорт. Посадка была произведена в октябре месяце, но сам лук взошел, вы не представляете, он взошел в марте месяце, да, вот в зиму его тут не было ни одного проростка. И удивительно, вот для сегодняшнего лука, вот в прошлом году этот сорт этого лука весь был в стрелке, в этом году вот перезимовал, и стрелки вот ни одной, видите, нету, мы даже не ходили, не ломали. Ну, урожай сегодня здесь где-то 35 тонн с гектара есть, да, ну, вот для саженого лука это, ну, может быть, потолок дойдет до 40, сейчас он еще растет, мы вон поливаем его. Он лег, как раз вот был сильный ветер и сильный дождь, и он его так вот красиво просто положил вот в одну сторону, вот, ну, это как бы не характерно для лука. Ну, вот так вот, вот так вот, как-то так, да, это, ну, как называют его тыканка в народе. А вы этот сорт сколько лет выращиваете? Да, сурсмаряда, это третий год, да, это, ну, более-менее новый сорт, поэтому мы его взяли. А в предыдущие сезоны какой урожай показывал? Ну, мы начинали с 25, 25 тонн, да, ну, во-первых, мы немножко изменили, здесь тактику посадки, мы начали его сильнее загущать, потому что рекомендуют одну норму, а в практике показывают, что надо его загущать. И еще вот, вот зимний лук, и вон, опять же, пишут, что, ну, не нужно его сильно заглублять, но, опять же, практика показывает, что чем глубже посадишь, тем меньше его вымерзнет. Селка, ну, нам вот это вот хозяйство, где мы покупаем лук, она нам дает и селку, специальная селка под него, мы берем семена, и нам привозится одна или две селки. Ну, они вон, оно такое же, что-то на 100, сколько тут, ну, 150, и там 4 строчки всего на все. 20, наверное, или 25, сколько там. Ну, семена, это гибрид, да, получается? Да, это, ну, а семена, какие из гибрида семена? Нет. Ну, если видишь, вот он, картофель, да. Здесь мы в прошлом году не стали пахать, сделали глубокорыхление, и несколько раз задисковали. И вот картофеля практически нету, может, потому что зима была холодная. Обычно картошки всегда много. Кстати, мы здесь ни разу не пололи. Лук в этом году у нас получился, ну, гербицидами, правда, сильно душили. Ну, а так... А без полива можно вырастить? Без полива у нас ничего не растет. Можно, можно, но... А на какую глубину вы его семена? Да, сантиметра 3, наверное, 4. В октябре потеяли, да? Сажается он не сеется, сажается, да. Да, в октябре. Мы сделали влагозарядку, все хорошо было, как бы, сделано. Но потом придавило, ну, условия прошлого года все помним. Рассказывать о них нечего. Ну, то есть можно и позже его, в принципе, сажать, да? Ну, в зиму, вот, в идеальном состоянии он должен идти, чтобы было в него два листа. Ну, так получилось, как бы, природа распорядилась в этом году, что ни одного листа не было. А как сорта еще раз сказать? Трое. Трое, да? Да. А он один у вас, да? Да, у нас он... А семена крупные, мелкие? Значит, они продают три фракции. Первая фракция 12-16, 16-22 и вторая 22-28. Это тыканка, да, это не семена, это тыканка, да, луковица. А уборку начали когда? Уборку мы начали, это был понедельник, наверное, да, с понедельника. Ну, кстати, не идет почему-то лук сегодня. Идет по сбыту, да? Да, по сбыту. Вот лук и как бы неплохой, ну, вот видите, вот она. Да, да. А вы его что, весь убираете вручную? Да, не, а тут по-другому не получается. Вот он лег, у него ботва, чтобы высохла, это надо будет, он в августе высохнет. А в августе он этот лук уже, он же столовый, его надо, ну, как, да, или салатный, как его правильно. Правильно назвать салатный, потому что он, ну, идет в салаты, там, до хранения он никак не идет. А у нас уже ранее, где-то дни через 15, Т-803 уже будет, уже такой сеянный лук. Так он сам или вы его прикатывали? Я говорю, был дождь сильный и ветер. Ну, а так в идеале бы его прикатывали? Не, мы бы в идеале, он бы сам бы лег, но лег бы он не так, как он бы, где-то он медленно, как-то медленно. Сначала 80%, потом 60%, и так, 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 и в конце концов он бы упал. А это приехали вот после дождя, а он лежит вот так, весь, как... Ну, уже время. Какая норма получается? Значит, норму, ну, рекомендуется 1200 килограмм, здесь 1400. Миллиона, сколько? Я тебе не скажу миллиона. Мы, оно никак не считается. Потому что там, знаешь, когда вот бывает, хочется посчитать, на метр должно быть там, ну, когда пересчитываешь, где-то 18. Один раз она положит селка 14, другой может положить 24, блин. Мы лучше всего ориентируемся на весы. Прошел туда-сюда, взвесился. Потом гектар посадил, взвесился. И вот так вот ориентируемся. Был 80 рублей килограмм. 80 рублей килограмм. Это миллион на гектар затраты. Ну, блин, ну, блин, ну, наверное, так. Осеный лук тоже самое получается. 120 тысяч получается. Чего там, тоже будь здоров, блин. А площадь у вас какая под ним? Его 34 гектара. 34 гектара. То есть вы его стараетесь до конца июня убрать обычно, да? Да, да. Чем быстрее его убрать, тем лучше. Тогда меньше проблем с ним. Он тогда меньше болеет и прочее, прочее. Ага, но нынешний сезон для него благоприятный. Да, ну, видите, он в идеальном состоянии. Просто в идеальном, да. Кто понимает это, это да. А еще вопрос можно? Вот там же тоже сорт, что поливаете? Да, да, да. А почему вот тут поливать? Или если как пелочь уже наступила, а там что не наступила? А вы видите, как дождевалка, она ходит? Вот вы понимаете, и вот она когда идет, ну, и вот эту сторону мы не можем поливать. Потому что она... Мы тут оставили для уборки, мы думали, его уберем быстро. Тут осталось 10 гектаров на 3 дня работы. И чтобы вот эта половина, она не поливается, чтобы она подходила побыстрее. А то мы тянем уже. А что вы, ровшение вытягиваете? Ну, а он уже набирает конь, ну, ботва, вы видите, какая у него. Ну, вот она рабочая. Она работает до тех пор, пока совсем уже не сдохнет. Да, 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 да. А пока он зеленый, мы его стараемся. И он, кстати, хорошо довольно, как мы называем его, луководы, качается нормально. Ну, то есть, вот он упал и начинает он, блин, расходиться. А ценник какой по реализации? Или это не ваша? Да нет, ну, ценник-то я знаю, но он 15 рублей все на все. Ценника нету на него. То есть, как и в прошлом году? А, ничего не меняется, кроме солярки и всего остального. И удобрения, да. А людей вы откуда приглашаете для уборки? Значит, ну, тут здесь, это, все местные у нас, с нашего района, все. С нашего района. Да, сегодня приезжает к нам, ну, вчера было 160, а сегодня 130 человек. Все на уборке лука или картофель? Нет, ну, мы на картофель сейчас поедем, все на картофель посмотрим. Да. Есть еще вопросы? А оплата норма сетка как-то или? Да, норма, сейчас, по-моему, или 36 или 38, 36 рублей сетка. Сетка, да? Да, ну, получается где-то порядка, ну, если это, стараемся где-то 1200, чтобы получалось вот так, не меньше. Вот сейчас вы находитесь на поле, где убирается ранний картофель. Дело в том, что все знаем мы ранний картофель, вот за границей, где бы я тоже не был, у них, они даже не понимают, что такое ранний картофель, да? Это уже наше русское хобби, потому что Москва и наши все города, наша страна любят ранний картофель с укропчиком, все. Это ни немцы не понимают, ни финны, где бы я ни был, они говорят, как это ранний, если он не созрел, зачем вы его убираете? Вот, поэтому мы убираем уже на протяжении, пробовали когда-то и в мешки бумажные собирать, все, ну, вот для нашего хозяйства приемлемо, вот именно, вы видите, прозрачные мешки, это второй сорт, а белые мешки, это первый сорт. Можно развязать, посмотреть картофелю. Почему? Все мы учились, и неплохо, испарительный эффект, да, вот белый мешок, а там есть отверстие. До Москвы, вот я вам точно говорю, в жару даже 45 градусов уже испробовано, наша картошка доходит до в том году. Мурманск, Белоруссия, Москва, Питер, Челябинск, ну, по всей России, Нижний Новгород, доезжает, все нормально. Почему вот именно в мешках, вот развязывают, я сам за этими фурами не раз ездил, смотрел, приходит машина, развязывает она как только с коля. И вот как раз картофель дышит, и получается вот как только с коля. Если только развязал и высыпал, она уже обветрилась и начинает, поэтому мы всем своим нашим клиентам стараемся, чтобы они, ну, и мы работаем с такими, которые в течение там двух, трех, пяти дней картофель должен поступить в сеть и быть продан. Хотя он может в мешке лежать и две недели, и будет все нормально, поэтому мы сейчас убираем вот как бы по просьбе наших жителей страны это ранний картофель, чтобы на столы ресторанов, дома мы к этому привыкли, это русская традиция, кушать ранний картофель. Поэтому он убирается вручную, копалки копают и вручную убирают. Ну, по мере созревания оно идет, мы плавно переходим на комбайны, и уже вы видели там линии, и начинают работать линии. И уже тогда отгрузка идет с линии, а ручной сбор у нас уходит. Но из-за того, что у нас четыре линии даже работают, мы все равно, там вот есть, говорят, да, ручная там работа, платишь, все. Ну, давайте посчитаем, все это гримовская техника, это тем хорошо, что ты, меньше людей нужно, да, там все. Но затрат не меньше, вот не меньше. Что вручную я плачу деньги, что электроэнергия на погрузчик, на линию, на сам транспортер, бункер, все. И мы как-то засекали, не меньше, еще и дороже эта линия обходится. Но единственное, что требуется меньшее количество людей. И благодаря, мы все равно, людям нашим, это, я никогда не привлекал людей из другого района, это наши жители, мои, как говорится, земляки. Они здесь работают, и тем более в тяжелое такое время требуется работа. А у нас в районе, как говорится, развал, работы нет. И поэтому людям даем работу. И благодаря совместа с линиями, в том году был рекорд. За день мы загрузили 900 тонн. Вот за день. Это был рекорд, 900 тонн продукции. Поэтому не надо ни отказываться ни от этого, ни от того. Поэтому это там бред, что там это дешевле, не дешевле. Люди, да, техника может и быстрее, но я говорю, многие, даже при том, что работают комбайны, уже хороший чистый картофель, все равно есть клиенты, которые говорят, я хочу ручной сбор. И мы, ну, вот почему и вы видите на этом поле, сегодня хороший урожай, это до 400 центов почти идет. А сорт? Ривьера. Ривьера. Да, у нас идет по сортам. Начинаете с ривьеры. Да. А потом все остальные сорта подобраны. Но мы еще у нас, специфика, мы никогда не останавливаемся. Если мы начали уборку, мы не ждем, когда там сорт подойдет какой-то другой, мы идем и уже не останавливаемся до самого октября месяца, пока не уберем весь урожай. Ценник хороший в этом году? Ценник плохой, вот пока мы тут ездили разговаривали, вот на сегодняшний день уже 16, 17, 18 рублей. Вот только ехал разговаривать с Краснодаром. Я еще раз говорю, если есть вот краснодарцы, вот зря они так делают, многие мелкие фермеры, вот уже третий или четвертый, вот они у нас скупают второй сорт, садят. А сейчас быстро выкапывают, завалили Москву, завалили, потому что понимают, что если не выкапают, она внес гениет и все остальное. И ценник к нам сбрасывают. Завалили сейчас, вот я позвонил Питер, у меня есть представитель, он говорит, опять Краснодар этой, ну и не буду здесь говорить, вырезался, дерьмом этим. Завалили цену, сбросили, пережди немного, и мы сейчас будем немножко, ну в Сибирь меня еще рано, не за что пока. Вот, в Сибирь пока Магадан туда не возим. Вот, поэтому по всей стране мы распространяем. Да, действительно так, если без шутки, то когда сейчас Питер, Москва стоит, вот сразу сейчас ребята грузятся, вот идут на, и к удивлению, вот сейчас Белоруссия грузится и везет себе картофель, да, по договорам и все остальное. Поэтому мы с ними работаем, да, они сперва у нас берут и потом берут. Точно так же краснодарцы, они сейчас выкапывают, а потом у нас берут, перекупают и берут картофель. Поэтому ничего страшного, выждем и будем идти. И в том году так же было падение, потом рост, и все продали, слава Богу. Какие вопросы? Есть вопросы. Друзья. А вот ручная сборка картофель, дороже продаете? Нет. Есть, там, дороже на рубль продают или нет, но мне смысла нет вот это вот делить и все остальное. У нас даже нет, ну, есть мелкие фермеры, туда добавляют цена мешков, цена погрузки. Это человек отвлекает, он начинает там за эти копейки трясти. У нас просто цена. Есть цена, все. Погруз же качество, да? Да, есть качество, все. Я лучше, если надо, мы иногда поднимаемся, на рубль поднялись. Ну, я знаю, что здесь в этом рубле есть мешки, есть погрузка, но я сам начинал с чего-то с нуля, да. И когда мне еще говорят, ну, радуйся, проезжаешь, говоришь, сколько картофель стоит там, 15 рублей. Не-не-не, подожди, ты же еще, смотри, погрузка 40 копеек, потом, ну, так и скажи, что он 16 рублей стоит, да, и все остальное. И это уже давит на само, ну, это такой коммерческий ход. Но я не говорю людям, зачем портиться. Есть цена, есть цена, все. Или начинает ручной сбор или линия. А я спрашиваю всегда, это вот тоже краснодарцы там попридумали. А я говорю, а чем отличается ручной сбор от линии? Не, ручной получше. Вот Шурыгин скажет, а я-то знаю, и он знает, что у мешки, вот она, ну, 50 человек, которые добросовестные, да. А 50, которые отошел, Юзеф, она хренак туда, мелкой картошки там или что. Да, да, или мусора еще чего-нибудь. И начинаются скандалы, и все остальное. Вот это ручной сбор. Ну, сейчас, конечно, у нас поставлено сейчас хорошо, я могу сейчас любой мешок открыть, потому что у нас с каждой группой есть звеневая, наша звеневая. Не приезжают, как у некоторых хозяйств, есть звеневая, приезжает там, наша звеневая. Она отвечает рублем. Если ее звено загрузило там и попались в мешки, она будет сразу оштрафована. Грубо это, не грубо, но она должна контролировать и качество предоставить то, которое требуется в сетях. Поэтому это вот у нас так, звеневые, вот у нас 10 звеневых, они ходят. Может заставить высыпать, заново перебрать. Ну, это лучше, чем... Я лучше буду звеневые платить, но зато качество идет нормально. Слава Богу, за 17 лет мы ни одной машины, хоть бы не сглазить, не вернулось. Никогда и не принимали. И не будем этого делать, потому что мы предоставляем своим клиентам, смотрите, нравится берите, не нравится, можете не брать, ехать дальше. Вот, поэтому, ну, такая система. Сами видите, вот, никто ж не ждал, мы вас привезли. Вот, можете любой мешок вскрыть, посмотреть. Все, вопрос еще. Первый, а второго сорта по величине отличается? Первый, а второго сорта чем отличается? Ну, конечно, сейчас вот у нас идет первый сорт от 45 и выше, а второй сорт это ниже, ну, от 45 и до 20. Вот мелочь уже валяется, вот видно 15, допустим, там вот это 20, там все, а это мы оставляем в поле.